добрый день дорогие мои друзья продолжение темы выкройка на фигурку нижнего типа после того как мы с вами построили вот такую вот немножко несуразную базовую основу потому что она содержит вот эти вот выточки хотелось бы предложить вам самый простой вариант моделирования как избавиться от этого посмотрите как вот имеем мы вот такую базу и не нравится нам наличие вот этой выточки здесь сзади переводите вот это все вот эту серединку которая содержит как раз вот эту выточку на кальку смотрите сейчас мы вместе быстренько с вами все это оформим перевели вместе с этими рельефчиками которые тут были конечно фасон нашего платья придется немножечко изменить то есть у нас появится отрезная линия талии шовчик по линии талии вот это место нам надо забрать здесь у нас появится шов ниже будет вытачка я нарисую вам сейчас это мы вырезаем это с вами это называется прием схлопываем схлопываем то есть закрываем нашу вот это вот наш полурельеф который у нас был и от него остаются только какие-то вытачки это средний шов спинки так приталиваем в него посмотрите как эта линия всегда прямая я уже где-то это показывала и мы спокойненько наши три сантиметра мы сюда закладывали вот так убираем что остается остается маленькая талиевая вытачка вот ее здесь видно видите вот так вот вот она какая остается здесь и остается вытачка маленькая на плече что мы с этим можем сделать да мы можем их так и оставить значит какая картинка у нас рисуется этой спинке давайте вот здесь мы ее изобразим мы я рисую только спинку немножко побольше сделаем чтобы было понятно здесь она у нас такая очень широкая внизу да получается а наверху что у нас посмотрите вот эти рельефчики из проймы они как были так они остаются потому что они нам обеспечивают нужную нам ширину вот мы их так и сохраним дальше вот в этом месте я предлагаю сделать вот такой вот подрез а талиевая вытачка внизу она как было так она здесь и останется потому что она нам очень нужна именно она в купе вот с этими рельефчиками обеспечивает нам вот эту выпуклость без нее мы обойтись не можем но зато что мы можем сделать мы можем обойтись без вот этого шва на спинке мы можем выше вот здесь вот оставить талии вытачки раз и два вот так вот мы можем оставить и мы можем совсем не делать вот этот средний шов или сделать средний шов но талии вытачки сместить туда но тогда будет уже не очень здорово мне больше нравится вот такой вариант и давайте этот вариант я его сейчас изображу поярче мы выполним в окончательном варианте на нашей спинке это изменение нашей спинки идет моделирование то есть боковой бачочек мы вот этот не режем так вот эти мы линии оставляем как есть а мы разрезаем только вот эту часть сохраняем талию свои талии вытачки на своих местах вот тогда ну и все собственно говоря потом можно вот сюда вшивать какие-то полупоясочки можно не делать таких больших вот этих талиевых вытачек можно делать какие-то здесь затяжники шлю шлевочки такие декоративные потому что когда такой перепад идет всегда вот здесь хочется сохранить определенную слабину но а мы идем к маленьким прибавкам поэтому этого ничего не делаем кладем это все рядышком вот сюда как теперь будет выглядеть наша спинка посмотрите вот как она будет выглядеть значит от среднего шва спинки мы отказываемся так так я расставлю вот эти все наши контрольные точки сейчас я все обведу так 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 и вытачка была вот такая вытачка видите вот она и доходила она до сих пор я к ней прибавлю еще вот этот хвостик полтора сантиметра и у меня в результате получится вот что так так возьмем зелененький вот такой вот карандаш мы по сути дела вернулись туда откуда мы начали так 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 средний шов по спинке договорились не делать значит талиевую вытачки по вытачку по спинке еще разочек положили вот так сюда да я на эту величину увеличиваю вот так вот значит у меня талиевая вытачка до куда она идет до сюда она идет она будет наверху выглядеть вот так раз два здесь у нас появляется шов так здесь у нас появляется вот такой вот тоже шов вот так вот так у нас получится вот эта спинка на сейчас здесь у нас оказался еще средний шов но я предлагаю его тоже сохранить потому что для таких фигурок и с ним ничего не делать он очень необходим потому что он тоже позволяет здесь убрать а здесь оставить вот такую выпуклость то есть вот в таком вот варианте я бы оставила нашу проблемную спинку для такой вот больше чем можно сказать чем проблемной фигурки вот такое вот самое простое моделирование изменение нашей базовой конструкции для подобного рода спины когда есть огромный перепад и задняя а да чтобы было все корректно спинка теперь на выглядит нижняя часть вот так так вытачка на спинке она на нижней части будет вот такая глубокая а вытачка на верхней части она будет вот такая маленькая но начинаться они будут все в одной вот этой точке и просто они будут иметь разную глубину и внешний вид спинки вот какой был такой и остается внизу вот с этой вытачкой я показала а полочка у нас стала без вот этого рельефчика вот собственно говоря и все что мне хотелось вам показать достаточно что ли быстро вот так вот положим посмотрим на эту картинку вот такую непростую задачу задала нам просто просто мария если вы хотите продолжение этой истории того как моделировать вот подобного рода фасоны чтобы избегать самых необходимых каких-то нам линий чтобы их было поменьше вот они только эти линии как вот эти линии рельефные да их оформление они обеспечивают нам посадку но мы не всегда хотим их хотя в пестреньких тканях вам вот эти вот линии ничего не дадут и не будут вам мешать потому что их просто будет не видно вот собственно говоря и все пишите ваши вопросы какие-то замечания какие-то пожелания я буду их выполнять всегда ваша ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всегда ваша Галина Коломейко и и и и и и